Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшиевшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых главных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Министр здравоохранения Эдуард Будпо подписал акт о вводе в эксплуатацию компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. Гарантийные обязательства по техобслуживанию КТ взяла на себя компания Foresight Medical. Не просто, но не критично. В последнее время в республике наблюдается дефицит топлива. Надолго ли это и с чем связано? В Министерстве экономики состоялось совещание по данному вопросу. Начало студенчества. В университете начались занятия для первокурсников. Игры и безопасность. Насколько комфортно и безопасно проводить время на столичных детских площадках. В последнее время в республике наблюдается дефицит топлива. На крупных автозаправочных станциях большие очереди, а маленькие и вовсе закрыты. Проблемы с поставками топлива связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон, сообщила вице-премьер министра экономики Кристина Узган на совещании с представителями топливных компаний республики. О том, как решается проблема, в репортаже Алики Трапш. Это автозаправочная станция «Подорожник», которая располагается у поворота в село Богомаран. На часах полдень, а на станции ни одной машины. Это очень непривычная картина для АЗС. Причина всему – отсутствие на заправке всех видов топлива, кроме дизельного. А вот автозаправочная станция «Азит», которая располагается на вокзале, и АЗС «Петрол» в районе Универсама и вовсе закрыты. На рост нефти картина иная. На автозаправочной станции есть все виды топлива. Однако и здесь образовались большие очереди. Люди стоят по полчаса, а то и больше. На другой АЗС «Азит» расположены на проспекте Айайра аналогичная картина, как и в Роснефти. Очередь за топливом здесь даже в ночное время. Везде полно. Везде такая же история. Везде. Куда ни приезжай, везде одно и то же. Не то, что там здесь много, там мало народу. А на вокзале, вот где ледник, там вообще закрыто. Это уже ихняя заправка, но вообще закрыто там не работает. Заправишься, что на несколько дней хватит, а потом опять становиться надо. А то на всю жизнь не напасешься все равно. Ну мы с Агудзайры приехали, там тоже нигде нет бензина. Минут 15 уже стоим. Очень неудобно, очень недовольны всем происходящим. Но видно, надо потерпеть. Сложившуюся ситуацию с дефицитом топлива в стране обсудили в Министерстве экономики. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган пригласила для разговора представителей топливных компаний Абхаз ТОП, Азид, Роснефть и РУП Абхазская железная дорога. По словам министра, задержки с поставками топлива в Абхазию – одна из причин временного дефицита. Это произошло из-за загруженности северо-кавказской железной дороги. Если в обычное время сроки поставки топлива составляли 7-10 дней, то из-за туристического сезона в августе они увеличились в два раза. И тогда часть груза, следовавшего в Абхазию, пришлось перенаправить через Сеченскую республику. Поскольку у ЖД в приоритете пассажирские составы, с 23 августа на разных станциях северо-кавказской железной дороги наблюдалось скопление порядка 140 вагонов с нефтепродуктами. В этой критической ситуации мы вынуждены были обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации и РЖД с целью оказания помощи республике в обеспечении данных поставок. За это время в республику было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами общим количеством более 7 тысяч тонн. На данный момент на различных станциях из КЖД находится порядка еще 136 вагонов, путь исследования которых, соответственно, республика Абхазия. Соответственно, это порядка 8 тысяч тонн. Генеральный директор РУП Абхазская железная дорога Арсо Читанава сообщил о том, что ведутся переговоры с российскими коллегами для быстрого пропуска в Абхазию поездов с топливом. Чтобы вы понимали, все, что заходит сегодня, вчера, что зашло, они должны были зайти 10-11 сентября, и вот они все делают возможное. Если в ближайшее время мы сможем хотя бы 30-40 цистеран завести, то кризиса в Абхазии уже не будет. По нашим расчетам, после 15 сентября, то есть загруженность в РЖД станет намного ниже и уже проблем с перевозками. Абхазскую железную дорогу не должно быть. Как отметила Кристина Озган, в 2021 году употребление бензина в республике увеличилось в разы. За 8 месяцев практически выработана годовая квота беспошлиного ввоза топлива. И в связи с этим абхазская сторона обратилась именно к России об увеличении квоты еще на 40 тысяч тонн, и в ближайшее время протокол будет согласован. По словам Озган, ситуация непростая, но и не столь критичная. Ситуацию с поставками бензина усугубил и тот факт, что в августе ряд российских заводов, производящих топливо для профилактического ремонта, был приостановлен. Ремонты профилактические, которые проводятся на заводах-производителях в сентябре, скорее всего, будут завершены. И, возможно, ситуация связана с дефицитом, в том числе на российском рынке, а, возможно, стабилизируется. И это может повлиять на ситуацию, связанную с ценами. Генеральный директор Азид Адам Аргавуни сообщил, что они спрогнозировали рост потребления топлива в июле-августе и увеличили поставки. Благодаря тому, что у нашей компании были значительные запасы, у нас получилось для многих АЗС сторонних компаний и соответствующих государственных служб и ведомств обеспечить. Мы заказали дополнительные объемы, когда увидели такую ситуацию с тем, что наблюдались перебои в поставках других поставщиков. Но, к сожалению, есть определенные проблемы, которые сегодня уже постепенно решаются с транспортировкой, с железнодорожным транспортом. Эти перебои, они носят временный характер и мы рассчитываем на то, что совместно со всеми коллегами мы придем к тому, что этот вопрос будет решен. Говоря о росте цен на топливо, Кристина Узган подчеркнула, что подорожание нефтепродуктов с ноября прошлого года составило от 22 до 26% на разные виды топлива. По словам министра, правительство Абхазии не может влиять на рост цен, так как мы полностью зависим от ситуации на российском топливном рынке. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. За 8 месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму более 1,959,000,000 рублей. При плане в 1,640,000,000. Выполнение составило 119,5%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила почти 320,000,000 рублей. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 146,1%, что в суммарном выражении составило порядка 618,000,000. Поступление в бюджет налоговых платежей за август текущего года составило 352,6,000,000 рублей. При плане в 285,6,000,000. Выполнение плана за август 2021 года составило 123,5%. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Абхазии по Гагарскому району за период с 1 по 31 августа текущего года при плане 103,443,000 рублей составило 120,615,000. Выполнение плана составило 116,6%, перевыполнение 17,171,000 рублей. Фактические поступления в бюджет за август 2021 года превышают поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 53,362,000 рублей. 6 сентября состоялась встреча президента Республики Абхазия Слана Бжаня с представителями руководителей различных оппозиционных партий и движений. Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в стране. Представители оппозиции предложили руководству страны рассмотреть ряд инициатив. Встреча прошла в конструктивной форме. Как сообщает пресс-служба главы государства, инициаторами встречи выступили представители оппозиции. 6 сентября отмечается День Чеченской Республики, День Гражданского Согласия и Единения. От имени народа, руководства Абхазии и от себя лично главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова поздравил президента Слана Бжаня. Этот праздник неразрывно связан с именем духовного лидера чеченского народа, первого президента, героя России Ахмата Хаджикадырова, учредившего его своим указом в 2002 году. Вопреки всем испытаниям, Чечня сегодня меняется на глазах, динамично развивается, растит достойное поколение, сохранив традиции, уверенно смотрит в будущее. Отмечается поздравление. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил еврейскую общину в Абхазии с праздником Рош-Хашана – Днем Сотворения Человека, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжаня пожелал членам общины крепкого здоровья, благополучия и милосердия Всевышнего. Два дня назад после ремонта был запущен компьютерный томограф в Гудаутской ЦРБ. Все поломки устранены. 4 сентября министр здравоохранения Эдуард Бутба подписал акт ввода КТ в эксплуатацию. Компания Foresight Medical взяла на себя гарантийные обязательства по техобслуживанию аппарата. Как работает сегодня КТ и сколько пациентов обследовано с момента его запуска, узнавала Гугуца в Ардане. С момента ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в Гудаутском ковид-госпитале обследование прошли более 45 человек. Первыми проверили стационарных больных. С сегодняшнего дня мы уже от более экстренных пациентов, они уже поступают, нам звонят, мы их тоже уже отсняли. То есть работу мы начинаем постепенно, никаких ограничений в количестве пациентов у нас в принципе, как нам объяснили инженеры, нет. Все нормально, работаем. С понедельника стали принимать и амбулаторных больных. Теперь можно позвонить на номера горячих линий 245-66-87 или 731-07-60 и записаться на обследование. С утра 6 сентября компьютерную томографию здесь прошли 7 таких пациентов. Обследование остается бесплатным. Стоит отметить, что без направления врача здесь не принимают. Амбулаторных будем строго принимать по направлению. Мы это каждый раз говорили, нас не слышат, не знаю, некоторые наши коллеги, нас не слышат вообще население, что вот просто так они хотят. Это не получается. Это идет очень большая нагрузка облучения на пациента. Вот они хотят, вот и все, мы ничего не можем сделать. Вот как-то это ужесточить надо. И, если честно, мы всячески будем, наверное, думать над этим. 4 сентября российские специалисты заменили спорченную трубку КТ, которую Минздрав в республике приобрел за более чем 3,5 миллиона рублей. Также проверили и работоспособность источника бесперебойного питания. Было проведено проверочное исследование. В этот же день министр здравоохранения Эдуард Будба подписал акт ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в присутствии представителей компании Foresight Medical. Годовое гарантийное обслуживание аппарата КТ с подключением модуля удаленного доступа обошлось в 800 тысяч рублей. Вот сейчас на днях тоже ждем, к нам приедет программист, который установит программу. Непосредственно московская бригада будет видеть работу аппарата. Они дистанционно не то, чтобы будут управлять аппаратом, они дистанционно будут смотреть работу аппарата и нас оповещать о том, то есть какие-то имеются ошибки или мы перерабатываем или еще что-то, чтобы предостеречь нас от каких-то последующих поломок. Таким образом, если специалисты увидят в работе аппарата какие-то изменения, они сразу предупредят о необходимости его отключения. Кроме того, в течение двух недель в Гудаутскую ЦРБ приедет врач-аппликатор по рентгеновским снимкам, который проведет консультацию для медиков Гудаутской ЦРБ. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Министерства обороны России дезинфицировали более 60 объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Военнослужащие сводного отряда провели специальную обработку зданий администрации центральных больниц сборного призывного пункта, архива Минобороны Абхазии, центральных рынков и других зданий городов Гудаута и Сухум. Обработано более 54 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии, рассмотрев кассационное представление Генеральной прокуратуры, отменила оправдательный приговор от 28 июня 2021 года, вынесенный судей Сухумского районного суда Степановым в отношении Зухба Мизана Амирановича, Зухба Аслана Игоревича, Зухба Айнара Амирановича и Авизба Гарри Хьюдаровича, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Органам предварительного расследования вышеназванные лица обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников УВД по городу Сухум и Сухумского РУВД, в том числе опасным для жизни путем выстрелов из незаконно хранимого и перевозимого огнестрельного оружия. Согласно определению кассационной коллегии Верховного суда 3 сентября 2021 года, материалы уголовного дела направлены в суд Сухумского района для рассмотрения по существу в ином составе суда. В Абхазском государственном университете 6 сентября начались занятия для первокурсников. В этом году на 8 факультетов университета поступили 588 студентов из всех городов и районов страны. Ректорат АГУ строго следит за состоянием здоровья учащихся и преподавателей, а также соблюдением санитарных норм в стенах образовательного учреждения. А 15 сентября двери вуза распахнутся и для других студентов. Вообще этого дня очень долго ждал. Мне было очень интересно, каково это – ощутить себя студентом. И, честно говоря, это было совсем по-другому. Я уже со всеми в хороших отношениях. Мы и до этого были друзьями и встретились здесь вновь. Я планирую завершить ее успешно и со временем найти хорошую работу и обеспечивать семью. 9 сентября в Абхазском государственном университете состоится встреча с известным российским историком, общественным деятелем, профессором кафедры, политологием ГИМО Андерником Миграняном. Мероприятие проводит Союз журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3», который много лет занимается организацией встреч с самыми яркими представителями российской и европейской интеллектуальной элиты. Андерник Мигранян, хорошо знаком с республикой еще с 90-х годов, неоднократно заявлял о том, что является сторонником признания государственного суверенитета Абхазии со стороны Российской Федерации. Известный французский актер, кумир целого поколения Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер прославился своими ролями в фильмах «Профессионал», «На последнем дыхании», «Чачара», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный». Более чем полвека кинокарьеры. 95 фильмов от приключенческих до авторских. 150 опасных трюков без дублеров. После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность. Однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака». В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино. Какой должна быть безопасная детская площадка? Горки, качели, карусели и другие элементы должны соответствовать возрастной группе детей, для которых они сделаны. Ребенок должен быть способен легко распознать риск при игре. Важно, чтобы люди, которые присматривают за детьми, могли попасть внутрь, чтобы в случае необходимости оказать детям помощь. Соблюдаются ли эти элементарные правила на столичных детских площадках и безопасны ли они для детей, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхеля. Одна из самых популярных площадок в столице находится на проспекте Айайра. Месторасположение удачное, следовательно, здесь всегда много детишек. Игровой комплекс был установлен в 2016 году в этой парковой зоне. Современная конструкция в виде двух деревянных домиков и горок, увы, находится в неприглядном состоянии. А что касается качелей, то на сегодняшний день они отсутствуют. Приходим мы довольно часто, потому что мы недалеко занимаемся здесь шахматами. Безопасность, конечно, здесь хромает. Хотелось бы качели, во-первых. Ну и, конечно, чтобы привели в порядок горки, закрепили лестницы, чтобы дети могли безопасно кататься. И чтобы починить. Починить. Да. Дуганку. По безопасности не совсем, потому что горка сломана. Получается, здесь тоже опасный переход. Ну, дети могут, тем более, такого маленького возраста провалиться. Ну, как минимум, часть его точно упадет и поцарапается. Тут лестница сломана, мостик тоже можно было починить. Чтобы просто детям было приятно играться, чтобы они не сваливались. С этими вопросами мы обратились в столичную администрацию. По словам Астамура Ашуба, эта проблема не сегодняшнего дня. И к ее решению нужно подходить комплексно. Главой администрации города Сухум дал даны соответствующие указания. Мы собрали всю информацию по всем качелям, которые были установлены в разное время в городе Сухум. Они устанавливались как и за счет бюджетных средств, так и за счет сбора. Люди собирали средства, устанавливали за свой счет и, соответственно, потом уже делали хорошо сначала для города, но потом не получалось у них следить надлежащее. На сегодняшний день мы собираемся сгруппировать в единый организм некий, который будет едино подходить к решению технических задач и вопросов. Как вы знаете, в недавнем прошлом город постигло огромное количество стихий, с которыми и по сей день наши службы разбираются. Как только наши службы разберутся с более острыми вопросами, стоящими на повестке дня, соответственно, мы приступим к решению этих вопросов, связанных с детскими качелями, которые находятся в городе. Пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к нашим горожанам в связи с тем, что сегодня качели, даже если новые, их строят и они эксплуатируются нами, горожанами фактически. Иногда это следствие, как говорится, технологического процесса, износ их, а иногда следствие плохого отношения к этим качелям. Поэтому просьба жителей, как говорится, следить за своими детьми, чтобы эти качели нормально эксплуатировались. На детских площадках недопустимы выступающие элементы с острыми концами и шероховатые поверхности, способные нанести ребенку травму. Все выпирающие концы болтов должны быть защищены. Сварные швы могут быть только гладкими, а углы, доступные ребенку, закругленными. Отправились мы дальше. Вот еще одна детская площадка. Игровой комплекс в сущности неплохой и безопасный, отмечают посетители. Качели здесь металлические и высокие, с жестким подверсом. Учитывая, что мы находимся с вами в столице Абхазии, конечно, было представление о том, что здесь должно было бы быть побольше вообще всего, что касается детской индустрии. Потому что я думаю, что, несмотря на то, что мы из России, я думаю, что у вас тоже очень много детей. Даже на этой детской площадке, ну вот сейчас буквально 15 минут все куда-то разлетелись, складывается впечатление, что не хватает детских городков. И вот мы живем в этом районе, и здесь практически одна детская площадка. Спросите ли, ну отличная, больше нет. По пятибалльной системе, ну троечка, потому что спасибо, что есть хотя бы она. Есть, конечно, какие-то истории, которые хочется подремонтировать, но в общем и в целом, как, знаете, говорит один мой знакомый, сойдет. Городские игровые комплексы значительно отличаются от частных. Вот, например, эта площадка, которая находится на набережной Махаджиров, получила много положительных отзывов. Комплекс платный, вход 300 рублей. Эта площадка платная, и поэтому здесь все ухожено, все хорошо. А вот, к сожалению, бесплатные площадки нужно приводить в порядок и что-то с ними делать. У безопасных качелей и других конструкций элементы для захвата рассчитаны на детские руки. Между подвижными элементами и игровой площадкой соблюдается необходимое расстояние. Кроме того, у конструкции должны быть перила или ограждения. Если ребенок или его одежда могут в ней застрять, то это оборудование не соответствует требованию. Тоннели, игровые домики и другие закрытые элементы должны иметь не менее двух открытых доступов, которые не зависят друг от друга и находятся на разных сторонах. На площадках дети имеют обыкновение падать, поэтому по всей зоне должны располагаться ударопоглощающие покрытия. Горки, качели, карусели и другие элементы детской площадки должны соответствовать возрастной группе детей, для которых они сделаны. Он должен быть способен и легко распознать риск при игре. И чтобы его времяпровождение было безопасным, следить за состоянием детских площадок необходимо. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Юный фигурист из Абхазии Захар Кяхльба занял первое место по первому юношескому спортивному разряду в квалификационных соревнованиях по фигурному катанию для детей «Олимпийский лед», которые прошли 22 августа в тренировочном центре по фигурному катанию «Айсберг» в Сочи, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Спортсмен сдал норматив первый юношеский спортивный разряд на отлично, справившись с обязательными элементами. В соревнованиях участвовали 30 спортсменов из Сочи, Санкт-Петербурга, Читы, Стерлитак, Эстамака, Нового Уренгоя, Симферополя, Тюмени, Красноярска, Магнитогорска и Нарьянмара. Захару Кяхльба 11 лет. Фигурным катанием он занимается четвертый год в центре олимпийской подготовки в Сочи. Наши гагарские коллеги должны связаться с юными фигуристами и подготовить материал, который мы затем предложим вашему вниманию. Подведены итоги онлайн-конкурса художественного чтения среди молодежи, который проводился союзом писателей Абхазии, посвящался поэзии и прозе известного абхазского писателя-общественного деятеля лауреата Государственной премии имени Гулия Ивана Тарба. Дипломами первой степени награждены учащиеся Человской средней школы имени Баграта Шинкуба Алан Ахуба и студентка Агу Фатима Барчан. Жюри также учредила приз в номинации «За любовь к литературе», который достался учащейся Бзыбской средней школы Гагарского района Милане Становской. В жанре прозы дипломом первой степени награждена учащаяся Дзюбжинская средняя школа имени Чочуа Аннелла Дочия. Посольство России в Абхазии начинает прием заявок от представителей местных и российских СМИ, работающих в республике на выдачу аккредитации на совещание и освещение выборов депутатов Государственной Думы и Федерального Собрания 8-го созыва, которые пройдут на территории Абхазии 19 сентября 2021 года. Срок подачи заявок до 15 сентября. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник 7 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Амшимшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok